Дежурное освещение. Если рабочие кончатся, дежурное освещение здесь будет, чтобы больные не боялись, чтобы в темноте, например, в тёмное время. Мехамат Гали Зинуров показывает сердце второй поликлиники, полностью готовую щитовую. На этом объекте энергетик работает с марта прошлого года. Говорит, то, что капитального ремонта в здании не было больше 30 лет, можно было заметить невооружённым глазом. Потолки были загнуты, пришлось поднимать потолки домкратом. Здесь потолки деревянные, они загнулись. Сверху кровли был плохой, дождь постоянная, поэтому врачи не сидели здесь. Капитальный ремонт поликлиники площадью 900 квадратных метров начался в марте прошлого года. Строители завершают работы на трёх этажах здания. Готовность объекта 80%. Полы заливали полностью, бетонировали, подплитку выготовили, стяжку делали. На первом этаже у нас проходит канал отопления, вентиляция. В поликлинике сделали систему сигнализации и отопления. Установили кондиционеры. Второй этаж готов на 80%. Рабочие уже проложили все необходимые коммуникации. Осталось постелить линолеум и наклеить обои. Особый подход к ремонту барельефов на потолке. Колонны и арки на третьем этаже. Кроме того, подрядчик планирует отреставрировать фасад поликлиники, сохранив величественные колонны и общий архитектурный облик здания. Демонтаж личностной площадки заново залили и плитку положили для инвалидов, как пандус. Капитальный ремонт поликлиники проводится по ведомственной целевой программе. На работу выделили 67 миллионов рублей. Всего в здании 23 помещения, включая подсобные, санузлы и коридоры. Врачи с нетерпением ждут открытия поликлиники. Здесь располагаются три этажа, в которых будут работать специалисты разного профиля. Коллектив достаточно большой. Могу сказать, что в районе 60 человек. Штат составляет и педиатры, и терапевты, и узкие специалисты. На объекте работают два подрядчика. Второй приступил к капитальному ремонту наружных сетей и прилегающей территории поликлиники в декабре прошлого года. Свои двери для жителей Керчи медицинское учреждение распахнет уже в мае.